Сейчас я покажу 5 секретных мест, о которых, возможно, вы не знали. В Skyrim Special Edition. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, и это мой канал Мистер Кэт. Ну что, начинаем. И первое секретное место, друзья, находится недалеко от замка вампиров. Давайте я вам на карте покажу. Вот, замок Валкихар, причал Ледяных Вод, и мы немножечко левее. Я недавно обнаружил это место, друзья, и я такой, да ладно! Здесь, в принципе, лагерь. Простой лагерь и ничего такого особенного. Но, если мы осмотримся, мы рядышком увидим вот такую скалу, где очень, очень много моллюсков, которые можно пособирать. Это уникально, я такое вижу впервые, друзья. Это именно лагерь с ракушками, где можно пособирать очень много моллюсков. И кое-что приготовить. Сейчас вам покажу. Так, и между прочим, это еще не все моллюски. А вот интересно, они восстанавливаются, а? Ребят, узнаете, напишите, мне будет очень интересно узнать. А здесь есть еще... Ага, холод. Это режим выживания. Ладно, ближе к костру. Тут еще мясоустрицы уже кто-то собирал. Целый-целый ящик, друзья. Также тут можно полазить, найти кое-какие продукты немножечко. Соль. Тоже моллюски. Ну, любитель моллюска. Видимо, он тут выращивал их. И мы проголодались. Выживание. Выживание с клуба творчества. Выживание, пища. Заходим и ищем суп из моллюсков. Восстанавливаю 10 единиц здоровья и восстанавливаю 10 единиц запас сил. Очень, очень, друзья, неплохо. Ну, конечно, для его создания не только мясоустрицы нужно, но еще картофель. Это, в принципе, не проблема. А вот кувшин молока и масла, это уже придется поискать. Вот такой вот супчик, друзья. Давайте его создадим. Еще восстанавливаю 380 единиц голода. В принципе, как и все основные супы. Очень интересное место, друзья. Очень интересно тем, что... Ну, оно единственное. Оно классное. И я, между прочим, о нем недавно узнал. Просто путешествовал по Скайриму, такой... Стоп, что-то это интересно. Ладненько, друзья. Кто не знал, ставьте лайк и едем дальше. Друзья, у меня сейчас выходит самое невероятное, самое нестандартное прохождение Скайрим Спешл Эдишн. Почему нестандартное? Зайдите и оцените. Ссылочка внизу на плейлист. Ребят, второе место. Второе место находится недалеко от места крушения соленого молота. Вот где я нахожусь. И нужно вот сюда пробежаться. Самую малость. Самое чуть-чуть. Вот корабль. Самое ничего такого. Я как-то раньше не обращал внимания на эту лодку. Но, если мы немножечко возле нее полазим... Тут парочка крабиков. Привет. Крабик один. И крабик второй. О да! Самое эпичное добивание на крабике! В принципе, ну лодка так лодка не доплыла, разбилась и ничего такого особенного. Ну, друзья, если мы посмотрим, то мы увидим скиметар. Его не видно было. Это меч, друзья. Оружие, смотрите. Это, друзья, скиметар. Меч Редгардов. С Хаммерфилла, друзья. С нашего любимого Схаммерфилла. Не знаю, лично мое такое, знаете, детское какое-то предположение, что... The Elder Scrolls VI, друзья, будет именно в Хаммерфилле. Игра как бы нам намекает. Намекает, 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 что именно там. Ну, не знаю. Это мое такое предположение. Но, честно говоря, это какая-то маленькая крупица. Что именно там будет The Elder Scrolls VI. У меня есть отдельная серия, где я немножечко предположил. Если хотите, зайдите, зацените, друзья. Ну, это не только. Здесь мы можем найти. Также тут есть богатые сапоги. Можно прокачать изменения. Почитать книжку. И еще есть портфель. Нашего королева волчица. Тут случайно лут. Помидорка. Золотое жерелье. И кое-какая еда. Друзья. Мне почему-то кажется, что когда выйдет The Elder Scrolls VI. То там будет какая-то книга. И будет рассказываться за историю этого персонажа. Который так хотел, так хотел отправиться в Скайрим. И отправился. Но немножечко не доплыл. Как вы думаете, будет или нет? Ладно, едем дальше. Секретное место. Которое, между прочим, еще дает очень полезную плюшку. Серьезно. Находится это место, друзья. Недалеко от Камня Башни. Ну или Ингвельда. Вот. У него и маяк. И вот здесь. Смотрите. Если мы посмотрим, то мы увидим какой-то огонь. И посередине этого огня какой-то сгоревший труп. Да, видимо, этот человек пытался кастануть. Ну, скорее всего, если такие вот размеры. Это что-то масштабное. Может, он хотел огненный шторм. Или что-то более масштабное. Но если мы подойдем сюда поближе. То мы увидим огненный плащ. Всего лишь огненный плащ. Это магия, которая вокруг героя. Друзья. Очень-очень атмосферно. У него что-то не получилось. И он заживо просто-напросто сгорел. Просто сгорел. А нужно было сделать вот так. Но, видимо, не хватило. Не хватило каких-то знаний. И, блин, из-за таких моментов Skyrim становится просто вау каким крутым. Здесь у нас немножечко монет. Отмычка и ожерелье. Изры. Почему именно именное ожерелье? Уникальное ожерелье, которое, скорее всего, Я так думаю, друзья, что Возможно, когда-то был тут квест. Какой-то квест, который вырезали. Я, честно говоря, не понимаю, почему? Почему повырезали квесты, друзья, в Skyrim? Если кто-то знает, напишите мне. Напишите. Ну, почему? Их и так очень много. Может, подумали, что эти лишние. А может, они вызывали какие-то очень серьезные глюки, а? Ну, сто процентов это был какой-то квест. Потому что, ну, так бы не называли этот амуля, друзья. Просто не называли бы. Как вы думаете? Напишите. Следующее секретное место, друзья, мы найдем недалеко от Рифтона. В окрестностях Рифтона, здесь недалеко высота от Кушаный Язык, где обитает дракон. И есть вот такое вот секретное место. Ну, я так считаю. Домик. Домик, который полностью сгорел. Раньше, как бы, я пробегал рядом и думал, что просто-напросто тут дракон недалеко. Медведь, привет. Он, наверное, пролетал мимо и просто-напросто спалил. Спалил дотла этот домик. Но если... Отлично, счет добивания. Но если мы зайдем внутрь, друзья. Тут есть огородик. Лук-порей. Черт, лук-порей. Ну, те, кто смотрели мое первое прохождение, поймут меня. Мы обнаружим то, что он не просто так сгорел. А здесь проводили ритуалы, друзья. Да, это видно по вот этим вот свечкам. И бедняги. Также вызов огненного атронаха. Астронавта. Да, ребят. Дом полностью сгорел. Тут можно найти уровневый лут в сундуках. Есть тумбочка. Туалетная бумага. Но, если вы немножечко тут полазите, вы увидите это дерево и книгу. Друзья, вот ужасы замка. Зир. Уникальная книга, друзья. И я вам очень, очень советую ее прочитать. Потому что это одна из интереснейших, интереснейших литератур, которую я вообще когда-то читал в Скайриме, друзья. Вот, можете, в принципе, я сейчас быстро пролистаю в режиме паузы. Просто сейчас перемотать и в режиме паузы полистать. Или пройти и самим почитать. Друзья, почитайте. Я рекомендую. Да, друзья. Вот так вот. Когда вы находите что-то интересное, постарайтесь полазать вокруг. И вы найдете что-то достойное и уникальное. И последнее на сегодняшний день секретное место, друзья. О котором я узнал недавно. Серьезно. Я о нем не знал. Постоянно что-то новое. Постоянно. Чертов Скайрим. Альфтан, друзья. Недалеко от Альфтанда и Курган Железный. По-моему, именно с Кургана Железный мы сюда добираемся. Потому что это на самой вершине. На самой вершине горы, друзья. Вот те две... Тут двемерский столб. Но нам нужно, конечно же, сразиться с ледяным стражем. Сразу с двумя ледяными стражами. Давай-ка. Отличный выстрел. Так, тут холодно. Тут очень холодно, друзья. Видите, белая снежинка. Это значит, что очень, очень холодно в режиме выживания. А там вот промазал. Ладно. Иди сюда. Иди, мой маленький. Да что такое? Ты вообще... Он вообще кого-то бьет? Твою березку. Ребят. Я впервые катаюсь на ледяном привидении. Вы такое видели вообще? Вы такое видели вообще? Я в шоке. Я поражаюсь от этого Скайриба. Что это такое? Так, на орлах мы катались. На ледяных привидениях мы катались. Ну, это не об этом секрет, но... Это впервые. Я такого не знал. Ладно, дружок. Друзья, здесь есть молот. Да. Двеймерский боевой молот бессилия. По-моему, они тут разные. Но нужно, конечно же, проверить. Ага. Вспомнил, что я есть. И напал. Так, отстань. Я неплохо на тебя покатался. Ты обиделся? Наверное, надо было дальше на нем кататься. Так, друзья. Тут уровневые сундучки. С очень неплохим лутом, между прочим. Зачарованным лутом. Нужно будет, конечно, проверить на первом уровне. И то, что меня поразило, друзья. То, что меня поразило здесь. Это находится немножечко не здесь. Нам нужно вот сюда подняться. Вот сюда. Так, так, так. Поднимаюсь. На фоне мой сынок Ванюша. Хе-хе. И посмотрите. На этом столбе есть какие-то зелья. Какие-то хилки. Это ж надо было их там выставить, друзья. Я в основном вроде бы мелочь, но... Как же это круто. Так, и чтобы туда добраться, друзья, нам придется использовать стремительный рывок. И не все так просто. Нужно рассчитать. Рассчитать и... Так, давайте сохранюсь. Ну-ка. Вот. Да. Вот. Отлично. Запас сил. Зелья лечения. Зелья взломщика. Зелья лечения. Зелья воина. И зелья легких. Много. Ха-ха-ха. Стоп. Еще что-то пропустил. И водного дыхания. Как же круто. Знаете, это мелочь, но она такая приятная. И этих мелочей в Скайриме очень много. Я сделаю такую рубрику, и будто надо видео выходить с такими секретными местами. Если что, присылайте мне, друзья, в основном в группу ВК, в продолжение новости. Ну, или в сообщения. Ну, на этом все. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь. И комментируйте. Вау. Это Скайрим. Он просто уникален. Ладненько, друзья. Счастья, здоровья вам. И пока.